привет народ сегодня с вами снова я евгений пугач и мы на данном канале как всегда с вами разговариваем говорим о бариатрии тема данного видео демпинг синдром демпинга после бариатрических операций небольшой дисклеймер я не являюсь врачом у меня нет никакого медицинского образования кроме того что я волонтер спасатель пожарной охраны да и не только и у меня есть опыт двух бариатрических операций про это уже рассказывал в прошлых видео и самое главное ребята если вы слышите в каком-то из моих видео в этом или других что я вас призываю к какому-нибудь действию на самом деле это не так каждая из вас принимает решение для себя делать это или не делать я же только даю советы которые помогли мне избежать ту или иную проблему а если у вас появились какие-то медицинские проблемы и есть медицинские вопросы я все-таки попрошу вас обратиться к вашему лечащему врачу теперь я вам попробую рассказать на пальцах что такое демпинг и самое главное как его избежать или же если он так уже пришел привет дорогой демпинг как сделать так чтобы облегчить его симптомы и как правило демпинг есть у тех кто перенес бариатрическую операцию с также у здоровых людей ну и гораздо меньше это прям очень маленький процент все на самом деле за чего это когда у вас еще раз очень грубо говоря показываю на пальцах рассказываю на пальцах деппинг это когда еда слишком быстро прошла из желудка кишечник и там начинает обрабатываться то есть грубо говоря к вам в кровь попадает очень большое количество сахара мгновенно на одновременно и очень быстро и не только то есть там есть некий некоторые химический процессор про которые сейчас не хочу как был глубоко вникать вы должны только знать что это грубо говоря большое количество еды которая резко попала вам в кровь вот так теперь какие симптомы этой штуки ребят симптомы могут быть разные вплоть до потери сознания это холодный пот это тошнота это когда у вас начинает темнеть в глазах упадок сил прямо вы хотите лечь и прочее если вдруг вы что-то съели очень часто это бывает после мороженого кстати или же после еды или дам вам примеру дам про себя работала я в компании одной там была столовая и я иногда приносила еду иногда нет и как-то я попал там была какая-то картошечка то ли эту картошку делали с медом холера его знает короче я поел и меня прям мутить стала я не то что хотел обливать нет я я появился холодный пот от прям кошмар это ощущение ну такой фу-фу-фу значит если вдруг вам пришел дядюшка демпинг как облегчить его симптомы попейте водички немножко да даже если вы поели даже если вы поели попробуйте не говорю прям взять стакан до глоточек максимум 2 и лечь лечь принципе все все нормально проходит эта штука примерно за 10-15 минут вот и вот теперь если же вы допустим знаете что вам надо куда-то идти и кушать то же самое мороженое или что-то очень сладкое к примеру и как избежать демпинга при том случае еще раз это при том случае что вы знаете что у вас демпинг есть что он у вас возможен я недавно узнал про это у своего бариатрического диетологов в принципе все гениальное просто то же самое что когда вот вы хотите идти пить алкоголь я не говорю про бариатрика про обычную человек он хочет после этого на утро чувствовать себя как огурчик что что в принципе делают как правило берут хлеб на него намазывают масло большой кусок и кушают или же кушают перед этим жирную пищу все для чего чтобы она обволокло и пищевод и желудок и все-все и все остальное то есть уменьшить всасывание поэтому если вы вдруг куда-то идете где будет скорее всего большое количество сахара и вай вы не сможете отказаться от этого то скушайте до этого кусочек масла или же кстати есть еще классный способ можете взять стаканчик с водой точнее не вода извиняюсь берете апельсиновый сок наливаете и туда наливаете две-три ложки оливкового масла хорошего кстати патент вот такой вот оливковое масло просто это наше все наливаете пьете зачем надо мешать оливковое масло с апельсиновым соком все мы все очень просто большинство из нас не любит пить масло оливковое то есть в чистом виде и в принципе то есть это нормально это люди я допустим пью меня нет никаких проблем просто вот этот вот апельсиновый сок он разбавляет и нейтрализирует немножко привкус масла за счет этого вы вкидываете себя масло но проходит все обволакивает и вы можете кушать и демпинга скорее всего у вас не будет или даже если будет будет совсем чуть-чуть чуть поэтому вы в этом видео узнали как избежать этой всей хрени и поняли на самом деле что такое демпинг теперь заключение у кого он может быть после какой операции чаще как правило данная проблема появляется не при резекции желудка хотя тоже есть но мало как правило это шунтирование или мини шунтирование желудка это самые частые распространенные демпинге скажем так сидром демпинга после бариатрических операций при сливе тоже есть но гораздо гораздо меньше